Армейское командование проверило ракетную оборону Москвы на прочность Юрия Гаврилов. Рисунок к статье. Вчера армейское командование проверило боеготовность дежурных сил, ответственных за противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России. Чтобы максимально приблизить тренировку к реальным боевым условиям, генералы подняли в небо высотные перехватчики МиГ-31 и истребители Су-27. Официальный представитель войск Воздушно-космической обороны Алексей Золотухин рассказал корреспонденту РГ, что дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных полков обнаружили более десятка контрольных целей, имитирующих массированный налет ударной авиации на малых и предельно малых высотах. Отражением воздушной атаке занялись боевые расчеты систем ПВО С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирьс». В общей сложности они выполнили более 50 условных пусков, сообщил РГ-офицер. Читайте также. К учениям войск связи ВВА привлекли 2000 бойцов. В проверке боеготовности участвовали 60 боевых расчетов зенитных ракетных и радиотехнических подразделений командования ПВО и ПРО. Впервые в тренировке задействовали соединения противоракетной обороны. Его дежурные силы своевременно обнаружили и уничтожили электронными пусками противоракет условные баллистические цели в зоне ответственности радиолокационной станции «Дон-2Н». Эксперты утверждают, что работа по контрольным целям является наиболее эффективным способом проверить боеготовность дежурных сил. В прошлом году в войсках ВКО прошло 25 таких тренировок. Кроме того, оценивалась надежность объединенной системы ПВО и СНГ. Для надежной защиты Москвы Минобороны уже несколько лет создают огромный зонд противовоздушной обороны. Он будет состоять из четырех разбитых по высотам и дальностей секторов. Каждый станет прикрывать подразделения ПВО и ПРО, в том числе оснащенные системой С-400. Одновременно работать по 12 целям в радиусе 400 километров, а в перспективе и в ближнем космосе сегодня не способна ни одна зарубежная система ПВО. Кроме того, в московской зоне развернуты более двух десятков зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С-1». Они будут нести боевое дежурство совместно с дивизионами четырех саток.